Коллеги, в этом видео мы поговорим о тех обременениях, которые могут встретиться вам при приобретении государственного или муниципального имущества. Обременение регулируется 178-м федеральным законом о приватизации государственного и муниципального имущества, статьей 31. При отчуждении государственного или муниципального имущества в порядке приватизации соответствующее имущество может быть обременено ограничениями. Ограничениями могут являться 1. Обязанность использовать приобретенное имущество по определенному назначению. Например, если вы купили административное здание, то оно и должно остаться административным. 2. Обязанность содержать связанное с объектом имущество, например, прилегающий тротуар или бомбоубежище в подвале. 3. Охранные и иные обязательства, предусмотренные федеральным законом. Публичный сервитут. Публичный сервитут – это ограничение использования вашего имущества в интересах других лиц. Например, если ваш земельный участок является единственным способом пройти к другому земельному участку, то вы обязаны предоставить хозяину второго земельного участка возможность проходить через ваш участок. Сведения об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть указаны в информационном сообщении. Приватизация или продажа государственного имущества не влечет за собой прекращение обременений. Другими словами, если вы потом продадите этот объект, новый собственник будет иметь дело с теми же обременениями. Решение обременения или изменение их условий допускается на основании решения органа, принявшего решение об условиях приватизации, или уполномоченного органа, либо на основании решения суда, принятого по иску собственника имущества.